Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган177. На обзоре сегодня у нас будет картотейка. Называется она у нас Просчет. Автор у нас Новоиспеченный, ребят. Первая работа автора, ну, от многими известного человека, а именно от Алексея Фарева. Ну что ж, первая работа. Я уже вижу, в принципе, такие, так скажем, труды и старания в плане создания лесоповала. Это уже есть хорошо, что называется. Вот, ну что ж, к описанию. Значит, просчет карты называется при открытии точек развития. Сами поймете, почему так назвалась данная карта. На карте у нас три авто на старте, заменяемые две точки погрузки, две автопогрузки, шесть лесопилок, один гараж закрыт, одна топливная станция. Размер, ребят, максимальный. 1024 на 1024. Они же КМ на КМ. Карта исключительно делается из дефолтных объектов. Тестировалась на КРАЗе 255 и УРАЛе 4320 10 четырьмя очками погрузки. Всем приятных покатушек. Автор карты, я уже сказал, Алексей Фарева. Ну что ж, усаживайся здесь поудобнее и всем приятного просмотра. Так, ну что, поехали. Значит, ребят, вот тут передо мной, я специально дальше не стал ехать, хотел уже вот поехать непосредственно, ну так скажем, не ля-ля за кадром, а вот именно ля-ля в кадре. Вот, давайте попробуем залезть на этот мега мост. Вот, честно, отчасти даже несколько необычно видеть такой мост. Может быть, это даже, ну что-то из разряда фантастики, такой мост. Хотя, хотя нет, склон идет. Не, ну просто угол наклона на самом деле очень крутой. Благодаря тому, что мы все-таки с вами в игре, наверное, мы и с вами на эту гору поднимаемся, потому что она крайне затяженная. Далеко не каждый грузовик вообще способен подняться на такого рода гору. Вот, ну что, мы с вами поднялись. Кстати, чуть не упал. Ух, ё-моё, там еще и внизу дорога у нас проходит. Ободеть, ребят, просто ободеть. Так, ну, смотрите, у нас там какая-то точка разведки, она по-любому на этой территории, поэтому мы с вами сюда сейчас заедем. Ух, ё-моё, надамажился ты я. Вау, как здесь классненько там. Ёшкины-матрёшкины. Не, на самом деле прикольно, да, согласитесь. Согласитесь, красиво оформлено домик. То есть это у нас здесь живет хозяин маяка, так скажем. Хозяин маяка лесопилки. Где же лесопилка, правильно? Лесопилки. Вот. Да, здесь у нас, ребят, лесопилка. Дорога у нас здесь, ребят, тупяковая. То есть, чтобы поехать обратно, надо... О, кстати, сюда можно было даже еще вот таким макаром заехать. Вот так вот, по звездакообразной дороге. Или же вот как мы сейчас с вами заехали через мостик. А здесь у нас, смотрите, камазяка с гаражными двумя очками. Интересно, а куда мы можем с вами на камазяке уехать? А, по-моему, никуда. Здесь у нас тупик, да? Да. Да, да. Сам с собой поговорил. Так, ну что ж. Давайте тогда выбираться отсюда, я так думаю. Потому что дальше здесь, по-моему, ловить и нечего. Вот. Ну, по большему счету-то я был предупрежден. Еще когда Алексей создавал данную карту, Фарева. Вот. Фарева. Фарева. Создавал данную карту, он нас... Ну, нас, да, может сказать, нас... В Дискорде уведомил о том-то, что, ребят, карта будет вообще... Она будет, типа, дорога... Одна дорога, одна пилка. То есть, здесь не будет такого, что, типа, вот... Хочу, проехал туда, хочу, проехал сюда, сколько хочу, проехал. Хочу, ой, ошибся, развернулся в другую сторону, поехал. Вот. Здесь, как бы, такое не прокатит. Здесь, как говорится, одна дорога, одна пилка. То есть, реально, то есть, знаете, тупиковой дороги. Ну, по большему счету, то-то-то, что я, наверное, не очень сильно люблю. Вот. Ну, а кто любит? Согласитесь. Представьте, вы едете. Вы едете такие, пыжитесь, тужитесь. Здесь бревна везете, и все это происходит на одной дороге. И эта дорога упирается куда? Правильно. В лесопилку. А потом, когда вы разгрузились, нужно сделать что? Правильно. Ехать обратно. И вот эта вот дорога, которая была без того, как бы, затяженная, длительная такая, да? Вот. Она, ну, может, наверное, наскучить. Ну, знаете, вот на данной карте она, вполне возможно, вам и не наскучит. Я объясняю, почему. Объясню, то есть, почему. Потому что... Потому что... Потому что... По ней проедете вы очень быстро. О, придумал. Вот. Проедете очень быстро, потому что грязи на этих дорогах крайне мало. Реально мало. Я не знаю, может быть, кому-то покажутся ее здесь в достатке. Но я так таковую грязь, по большему счету, особо-то здесь и не встречал. Где я эту грязь встретил, это только там, где было перехлестывание нескольких дорог в одном месте. То есть, автор таким образом замаскировал некрасивые, так скажем, места на стыках. Вот. МЗК Теха данная, ребята, едет не шибко быстро. Вот, да? То есть, я хотел бы, конечно, какой-нибудь автомобильчик более шустрый. Учитывая, тем более, тот факт, что достаточно здесь все сухо. Вот. И едется не очень быстро. Конечно, хотелось бы, типа, вот эта зигзаг, булочка вот эта, как она там называется, такая, знаете, улиткой такой сделана, булочка, как она там. Я не помню, как она называется, булочка эта, да и хрен с ней. Вот. Мы здесь с вами не ради булочек собрались, а ради того, чтобы обкатать новую карту от Алексея Фарелла. Даже не то, чтобы новую, единственную и первую. Вот. Потому что ранее, ребят, автор Алексея, то есть Фарелла, он карты не делал. Вот. Так что, я думаю. Ну, есть, конечно, недостатки, вот знаете, ну, в чем недостаток? Ну, вот слишком уж острые какие-то, прям вот эти вот, пить, 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 насыпи эти какие-то. Видно, что, типа, ну, как будто насыпь сделаны искусственно, да, то есть здесь была раскопана специально дорога, вот, вручную, наверное, там, либо в ножную, либо на тракторе. Вот. Ну, все равно, конечно, острова-то, уголки очень острова-то, прям, так ощущение, как будто эти уголки зашушили специально в таком вот положении. Причем, надев на него формочку, потом формочку сняли, и я получаю 39 очков урона. Блин, ну, хочется уже куда-нибудь приехать, что ли? Дайте я куда-нибудь уже приеду, ребята. Я уже полчаса записываю обзор, и я еще никуда не приехал. Ну, я, конечно, преувеличил немножечко, полчаса. Минут пять, наверное, я тут катаюсь от силы. Ммм, я хочу уже куда-нибудь приехать, что ж так все долго-то, долго-долго-долго по дорожке. Мне кажется, все-таки Алексей Фарева поторопился с публикацией данной карты, вот, вот, ей-богу. Вот надо было еще посидеть, подумать, что можно на эту карту внести. Ну, во-первых, очень мало луж, очень мало луж, очень мало грязи, вот, учитывая тот факт, что достаточно большое количество низинок всевозможных на этой карте иметься. Вот, то есть, вот, допустим, вот сейчас, да, вот даже, вот, далеко ходить не надо. Вот, вот это вот место, оно прямо, реально низинка, вот прямо вот напрашивается здесь лужица, грязючка, все такое, карта для полного привода. То есть, как бы, автор тестировал карту на полноприводных автомобилях, КРАЗ-255 и Урал-43-2010. Если кто-то забыл, я об этом говорил в описании. Вот, ну, блин, ну, можно было бы, мне кажется, замутить. Да, вот здесь вот у нас присутствует грязь, вот, присутствует такая колея, в принципе, достаточно такая симпатичная. Где я там есть-то вообще? Аллоу, найдите меня. Куда? А, стоп, подождите, где я есть-то вообще? Что-то я сам себя потерял. А, вот он, я выехал и уже врезался. Вот. Ну, МЗКТ, ребят, на самом деле, по проходимости очень бодр, вот. То есть, сейчас мы с вами преодолели, кстати, достаточно такую немелкую грязь, вот. И при всем при этом мы проехали ее без каких-либо проблем. О, тут еще один мост. Ну, только мы теперь будем ехать непосредственно по мосту, а не, а не, а не, а не, а не под ним. Хотя под ним тоже, походу, дорога. Блин, а еще там слева один мост был. Вот рэш-то! Все в мостах, ребят. Кругом мосты они меня окружат. Ёшкино-матрешкино. Мы сейчас с вами возвращаемся к тому месту, где я был. Да бог с вами. Не может быть такого. Да я бы лучше тогда вниз по мосту этому деревянному длинному проехал бы. Нафига я вот это пикули... Пикули... Ой, ну ладно, так, ладно, поехали. Знаете, нам куда надо? Нам надо вот сюда... Нет, вру, не сюда. Нам надо вот здесь, вот на перекрестке, как-то вот туда надо нам. Вот, давайте я попробую туда попасть. А вдруг получится? А почему бы и нет, да? Так, и вот сюда мы с вами по ходу дела, ребят, заворачиваем. Вот так вот вписываемся, наверное, даже с первого раза. Да, вписываемся, да, с первого раза. Да, прикиньте, какой маневренный МЗКТ. МЗКТ просто супер-пупер маневренный. Но грязи мало. Грязи мало. Блин, ну... Поторопился автор. Вот реально поторопился с публикацией. Можно было помазюкать, пофигукать, палочек накидать, фигалочек. Вот, как сказал всеми... Короче, все его знают. Как сказал Музден, такое ощущение, как будто здесь гастробайтер по лесу прошли и все палочки подобрали. Вот. Ну, не знаю. Но на самом деле, слишком как-то все простенько. Ну, можно было еще. Можно, 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 можно. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Первая работа автора, там, типа, не бомбите, все дела, да, там, типа, нужно первые работы уважать. Я уважаю первые работы, да. То есть, я, как бы, вообще всегда любитель первых работ, прямо вот, первая работа, это круто. На самом деле, круто. Люблю, когда прибывают к нам, так скажем, любители игры Модранер. Ну, Леха-то, он был, в принципе, всегда любителем игры Модранер. Вот. Но также он еще и, получается, будет картостроителем. Если после моего обзора не скажут, да пошли вы все, я делал, делал, а Виторган взял и все, АБСРА. Ну, вы меня поняли. Вот. Есть такие моменты, есть такие люди, есть такие личности, которые, грубо говоря, делают карту, просят записать меня обзор. Вот. Я записываю обзор, говорю, что на этой карте не так, а потом у меня начинается бомбежка такая, знаете, прямо артиллерийская бомбежка. В личку, типа, да вот, да я это хотел сделать на этом месте, а вот у меня не получилось, а вот я хотел вот это, а ты сказал вот так, да ты неправильно понял. Думаю, вот ешкин матрешкин, зачем тогда вообще просил меня обзор записывать, чтобы я сказал, что как там все прекрасно было и замечательно, но нет. Нет и нет. Тоже, как бы, люди-то не слепые, да, в конце-то концов. Вот. Так, ребят, давайте скриншотик за бубенью. Я не знаю, Алексей Фарева делал на скриншотике или не делал, а я буду делать, потому что, я не знаю, вполне возможно, что картотику еще придется, ребят, опубликовать. А по наличию скринов я ничего пока что сказать не могу. Так, 255-й, ребят, полностью отремонтирован, полностью заправлен, только что с конвейера. Топливо имеется, само собой разумеется. И болото, ребят, болото такое, вы знаете ли, прямо из разряда не хухры-мухры. Вот, кстати, гараж у нас где. Я бы с радостью в этот гараж съездил бы, вот честно вам говорю. Вот зуб даю, ребят, съездил бы я в этот гараж, знал бы, как туда доехать. Вот. Поэтому едем мы пока что с вами дальше. Едем, едем, я вообще без понятия, куда мы с вами сейчас приедем. Болото. Давайте протестируем болото. Болото не болото, ребят. Я не знаю, может быть только в этом месте, но реально оно не болото. Объясняю почему. То есть, автор как бы вроде сделал болото, но экструдос он туда не положил. Тинта крайне мало. Реально мало тинта, визуализация болота немножечко, так скажем, подхрамовая. Жирным слоем намазан дистрибьюшн сухих деревьев, что смотрится тоже, опять же, не совсем грамотно, учитывая тот факт, что буквально через 5 метров в сторону у нас здесь густо растущий зеленый хвойный лес. А здесь такое ощущение, как будто упал какой-то метеорит. И, собственно говоря, от этого у нас деревья пожухли. Не, ну может быть, вполне возможно. Но вот это, к сожалению, не указано в описании, поэтому я предполагаю, что вот это место все-таки оно чрезмерно сильно отличается от этого. То есть, нужно было делать какое-то сглаживание, постепенно перетекающее из сухостоя, то есть наоборот, из свежестоя в сухостой. То есть, вот этого перепада нет. Ну, это, конечно, опять же, докапка, докопка, придирка, как хотите назвать. И вообще не понимаю, куда я еду. Нахрена я сюда еду, когда была дорога. Решил протестировать болото. Тестирую. Да? Ну, в целом едется. Я могу сказать, что в целом едется неплохо. Правда, я боюсь, что если я сейчас куда-нибудь здесь на шагану... Ой. Если я куда-нибудь... О, точка разведки, ребята! Нахрена себе! Вот это роскошь! Шагану куда-нибудь правее, и я просто-напросто утону. Поэтому давайте будем протихонечку выбираться на дорогу. Ну, мало экструдоса в болоте. Не болото оно. Не болото. Оно слишком лайтовое. Вот. Взяли мы с вами очередную точку разведки. Зачем? Почему? Не пойму. Да и по большему счету, ребят, ну, нам надо ехать. Вообще было. Ну, куда-то вот в эти степи. То есть... Не знаю, правда, как туда пробраться. Ну, что, на К-700, что ли, ехать туда? Не ревая, не вариант вообще, да? Ну, КАМАЗ. Вот, КАМАЗ. Давайте воспользуемся КАМАЗом. В принципе, данный КАМАЗ у нас полностью отремонтирован, полностью заправлен. Вот. Давайте попробуем проехаться на КАМАЗе. Ну, и потихонечку, наверное, буду подводить итоги относительно данной карты первой работы автора. Сейчас, подождите, я выйду на путь истины. Ну, вот я здесь вот, правда, не знаю. Не то вот по низу вот так вот ехать надо, не то вот по этой дороге ехать. Вот я ХЗ вообще, ребят, без понятия. Ну, давайте поедем куда-нибудь вот так, по нижней дороге. Я вот такой везучий, что я, скорее всего, выбрал неправильную дорогу. Вот. Так что... Сильно не бомбите, если я опять доеду куда-то не туда. Но куда бы я ни доехал, я, скорее всего, уже на этом закруглюсь, потому что эта карта, на самом деле, очень большая. Протяженность дорог очень длинная. Не побоюсь слова, немножечко все-таки как-то все это слишком однообразно. Вот. Конечно, хотелось бы немножечко видеть как-то, я не знаю, разнообразие какого-то, что ли. Какой хрен я застрял здесь? Почему я... Застрял здесь, не пойму, почему он застрял. Так, а туда? Неужели... А, вот. Поехал вроде, да? Да, проехал, просочился. А, я отключил ентет, как его? Полный привод. Без полного привода-то, вы сами знаете, дефолт, он вообще дефолтен становится. Вот. Едем. Едем дальше. Это вот, помните, мы туда с вами или не ездили, мы туда... Короче, ладно, ничего не буду говорить. О, ну тут прям что-то грязь такая. Вы смотрите, прям от души автор такая-то тут нафигачила экструдосы. Экструдоса, экструдосэ, экструдосэн. Блин, а что тут грязь такая? Прям долгая-долгая. А, видимо, она всего ничего. Ну да ладно, едем дальше. Возьму-ка я, наверное, все-таки маленечко правее. Япона-макарона. Смотрите, прям засандалился по самые фары на бампере. Да, что-то слишком резкий перепад такой с сухой дороги на грязную. Прямо так ощущение... Куда ты? Не надо туда. Не надо. Вот. Слишком резкий перепад. То есть вроде жестко-жестко, потом херак! И по бамперу. Вот. То есть надо как-то все-таки маленечко понежнее, что ли там, я не знаю, как-то повась-вась. Ну, я обычно как делаю грязь? Вот я веду кисти, да, вот провожу. Допустим, 65 экструдос выставляю, да, провожу раз, раз провел. Но в центре, в центре я постараюсь немножечко побольше помазать. Вот. И получается, что вроде как с краев грязь более мелкая, а в серединке она получается более глубокая. Вот. То есть как бы грязь от чего образуется? От ранее стоячих в этой грязи лужах. Вот. Лужи куда сводятся? К центру, самой вот этой ямки, там, где у нас, собственно говоря, образовалась эта лужа. Правильно? Правильно. Вот. И, соответственно, в серединке она должна быть глубже всех, потому что высохла лужа, это самое, она в последнюю очередь в серединке. Так. Ну, может быть, это, конечно, я все слишком сильно как-то преувеличиваю, да? Ну, грязь реально, ребят, глубокая. Колеса буквально в этой грязи скрываются. Вот. Сами посмотрите. Вот если бы она грязь бы вот так вверхом могла бы наложиться на колесо, она бы реально, мне кажется, там вот это колесо бы, наверное, там скрылось бы. Ну вот. Я так думаю, мы здесь с вами очень долго будем ехать. Если долго-долго-долго. Вот такой скриншот для превьюшки сделаю. Типа КАМАЗ охреневает. Ну, вот, кстати, вот в начале моста, то есть перед тем, как только заехать под мост, грязь была ядреная. Потом она стала менее глубокая. Сейчас она опять глубокая. То есть, блин, ну, на самом деле, прям, я не знаю, хардкор. хардкор. Вот это реально хардкор. То есть, ну, я вот эту грязь не могу назвать для дефолта. Вот. То есть, она глубокая, очень глубокая. В загруженном состоянии автомобиль возможно, но не точно. Поедет лучше, учитывая, что будет нагрузка на оси. Вот. А оси-то все-таки колесики-то у нас будут копать, и, соответственно, возможно, машина проедет несколько быстрее. Ну, ребят, ну, это очень сильная накрученная грязь. Я, конечно, все прекрасно понимаю, что карта тестировалась на дефолте. Возможно, дефолт проехал. С лебедкой у нас хоть мотоцикл здесь проедет, как бы, да, я все-таки старался бы делать грязь более адекватную, потому что, учитывая, что на карте в целом вообще практически нет грязи, то эта грязь очень глубокая. То есть, карту можно было бы смело эту ориентировать прямо на неполноприводный транспорт, которых, кстати, очень мало. Вот. Но нельзя ее ориентировать на неполноприводные автомобили, учитывая тот факт, какая здесь грязь попадается. То есть, вот, если бы не вот это вот, то, блин, смотрите, точку разведки походу мимо проехал. Ну, да и шут с ним. Мне вообще куда-нибудь правее бы надо. Вот, по-хорошему, по-хорошему правее. А по-плохо шуму, вот опять, грязь начинается очень рано, очень рано, и она сразу глубокая. То есть, нет вот этой плавности перехода экструдоса. Я, почему, вот почему я говорю, да, вот столько всяких вещей, может быть, типа, вот вы могли бы сказать, что типа, ну, это же первая работа автора, там все такое. Я все прекрасно понимаю. Ну, Алексей тестировал, я знаю, что он тестировал свою карту, вот, и я знаю, что Алексей прошел огромное количество карт, и то, как оно должно все это выглядеть, я думаю, Алексей знает, да, и соответственно, на основании этого, то есть, знаю, что этот игрок достаточно очень, давний, бывалый, что называется, игрок игры, спинтайрис игры, спинтайрис, мод раннер, вот, он должен иметь представление о том, как оно вообще все это должно выглядеть. Другое дело добиться, да, то, как оно должно выглядеть, это совсем другое дело, но, тем не менее, мне кажется, нужно было уделить карте больше времени, мне кажется, просто-напросто устал ее делать, и нафигачил, как говорится, от балды, вот, почему я так говорю, может быть, я, может быть, я не прав, я, может, даже хотел бы быть неправым в этом плане, но, но, в Дискорде выкладывали скриншоты на момент создания данной карты, помню, был сделан, только сделан уголочек, на который он потратил чуть ли не 3 дня. Уголочек мосипусичный, где гараж, то есть, вот здесь как-то оно все это как-то так полукругом что ли как-то сделано, вот я помню по миниатюрке, вот Алексей который миниатюрку выставлял, вот, оно как-то там было вот так сделано, короче, вот, а потом бац, 3 дня он делал только кусочек, а потом за 2 оставшихся дня он сделал уже всю карту, То есть, я могу предположить, что все-таки Алексей поторопился Можно было, да, реально, уделил бы чуть больше времени карте И было бы все гораздо симпатичнее Так, 131, ребят Ну, впереди лесопилка А насколько я знаю, что на этой карте На этой карте Все дороги к лесопилкам тупиковые Здесь, скорее всего, лесопилка И вот так по кругу мы должны, наверное, с вами будем выехать обратно Проверяем, смотрим Выйдется, не выйдется у меня обратно Не понял А, типа, я понял То есть, заезжать в загруженном состоянии надо с этой стороны А с той стороны через шлагбаум выезжать Ну, не знаю, насколько это правильно Заезжать А, типа, хрен выйдешь, я понял Ребят, да, дорога тупиковая То есть, мы круголя с вами обдали И никуда по большему счету не приехали Знаете, я, наверное, закруглюсь На этом, как бы, да, я прекрасно понимаю, что Очень много я не открыл на этой карте Я это все прекрасно понимаю Вот, ну, сами тоже посудите Блин, дорог чрезмерно огромное количество Очень большое количество дорог Они чаще всего какие-то такие Змеевидные За счет чего они становятся Еще длиннее Вот Ну, и грязи маловато на дорогах Вот есть где-то перекрестки Фигеосточки В процессе скрывания всех этих недостатков Работы в редакторе То есть, как бы, здесь уже не автор виноват А непосредственно Сам редактор То, что он делает Там некрасивые стыки Когда несколько дорог стыкуешь в одном месте Вот Вот автор в этих местах сделал грязь И она там крайне глубокая Вот В остальном же грязи мало Реально мало Карта, еще повторюсь Карта подошла бы для неполного привода Если бы не вот эти грязевые стыки на дорогах Вот Так что как-то вот так Ладно, ребят Давайте на этом закруглимся Тем не менее Автору огромное спасибо за труды Огромное спасибо за старания Клевое получилось болото Вот Но с тинтом Тинта мало Мало тинта Вот Ну ладно, все, ребят Огромное спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177 По поводу скачивания данной карты Мы еще с Алексеем не обращались Ой, не обращались Не общались Ну, я больше чем уверен Что вы сможете скачать с нашего сайта Витарганенкомпани Вимир.ру Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok